крошки мои привет сегодня начинаем новый блог сегодня день праздник сегодня 14 февраля мой любимый уже порадовал меня цветами с утра а сейчас мы выехали они дома потом покажу ну точнее покажу или пост в инстаграм увидите а то я могу все забыть я так все время вам обещаю а потом все забываю и сейчас я приехала в мегу выбирать себе подарочек вот я уже присматривала себе на 14 февраля по моему сережки хочу какие-то сережки взять которые мне не нужно будет снимать постоянно потому что все сережки которые у меня есть они либо громоздки в которых спать невозможно либо неудобные вот покалывают если обрала прошлый раз ну это лежать сейчас хочу взять сережки которыми я могу спать которые могу не снимать и снимать их только когда это два новые какие-то сережки сняла приотдела дело короче время тусоваться в своих сережках вот так кулон ударила мне да вот я с ним все время и сплю и все, и купаюсь, фух, что-то я такая запаханная, сегодня принарядилась, хороший день, зазываю Кристинку ко мне распить шампанского, не знаю, что она сейчас ответит, в общем, пойду, пройдусь пока, а малой спит, у нас же режим, в 8 утра он встает, час валяется на кровати, пока мама еще час спит, ну я накормила его и все, и ложусь, и вот в 12 он уже уснул, ладно, пойду смотреть, что тут продают. По дороге, пока я иду выбирать себе подарок, я уже взяла кофе в моем любимом месте, и мне здесь прям сердечко такое сделали внутри, но я уже все размешала, в инстаграм, естественно, выложила, и я зашла в ДНС и купила себе новое стекло, потому что то стекло, девчонки, просто у меня было все разбито, конечно, малой его и роняет, это кусает, это все на свете, и, блин, защитное стекло, это супер, вот, и сейчас я его одела сама, это очень просто, там, протерла, и все, у меня теперь как новенький телефончик, я счастлива, малой спит пока, пошла дальше. Я такая зеленая, к любой зелени подхожу, малой проснулся, не успели мы выйти с ДНС, как малыш, не моя проснулась, увидел мальчика, который проезжает на машинке, так что мы сейчас пойдем, возьмем машинку, оставим коляску, потому что мы катаемся, но и в итоге я все переживаю, что малой не спит, поэтому я стараюсь быстро-быстро, но так как он поспал, а поспал он час, вот, ну ладно, тогда мы можем больше провести времени в торговом центре, никуда не спеша. Возьму машинку с этим, с мультиком, пусть лазит с носом. Вот. А еще, блин, вот это, я на самом деле в поездку ездила, вот с этой вот рюкзаком с этим, сумкой, хотела сказать, рюкзак. Он очень простой, просто мешковой, и это вот такая штука, которая, ну, помните, да? Я что-то не носила, думаю, ну, пусть я пока с Викторией Сикретт походила, а тут мне что-то захотелось одеть, потому что та сумка, она реально точно такая же, как мешок практически, да, только со змейкой, но только вот это можно одеть на плечи, и вы знаете, очень прикольно дополняет, мне вот очень нравится, сейчас покажу вам. Клево, да? Все, взяла машину. Малой ее как увидел, прям сразу. Так классно, когда ребенок все больше понимает и все больше радуется этим вещам, я кайфую, я только рада ему все это давать, чтобы видеть его счастливые глаза. Все, и сейчас едем дальше, полмеги уже прошли, что-то не было никаких украшений нигде, сейчас, наверное, начнут по дороге. Что-то хотела сейчас сказать, а, кстати, оформила карту, 100 рублей карту покупаешь, и можно об этом ни паспорт, ни залог не оставлять за эти машинки, а так удобно, потому что я все время, когда убегаю уже, я забываю брать тысячу, я забываю брать тысячу рублей из-за того, что это, и меня догоняют постоянно. Блин, кофе чуть не разлило здесь. Зашла в Икею, снова купила фрикадельки куриные, они офигенные, реально, я ехала прям по чуть-чуть, по 5-6 штучек беру, разогреваю в микроволновке, и очень вкусно, они прям вообще кайфучие, и они должны всегда быть, знаете, вот прям как колбаса, должна всегда быть, так и они. И взяла тортик другой попробовать, вот один шоколадный, я знаю, что он кайфучие, но просто думаю, блин, ну надо знать, а вдруг я еще вкусняшку какую-то пропускаю. Я взяла миндальный, но я люблю вообще шоколад вот с тем, да, насчет миндального я не знаю, но я его взяла, он дешевле еще на 100 рублей стоит, тот 500 рублей стоит, 499 написано, а этот 399, в общем, попробуем вместе, ну и свои булочки с корицей, взяла, естественно, куда я без них. Мы прошли уже треть Меги, и я что-то не могу найти, я просто в одном на стойке на островке, я видела уже сережки, я там присмотрела какие-то, а сейчас что-то, вот остался один ряд, может там. Крошки мои, как всегда, в сторис показала, такая, ура, ура, я наконец-таки купила, тоже уж у сумки лежала, да, в наше золото, домой приду, покажу уже, что я там приобрела, долго выбирала, а сейчас мы едим булочку, ваша Аня взяла, сырную булочку, так она пахнет. Мы с малым кушаем, да? На, Дэн. Да. На, шокки, зайчик. Едем домой, к нам едет Кристинка. Все, пришли мы, наконец-таки, домой, вот мой букетик на окошечке стоит, красивый такой вот, аккуратненький. Белые цветочки, я вообще ожидала, что это такое без розы, но все равно без розы не обошлось, как-то мне к весне, ну как бы 14 февраля, день влюбленных, розы как бы я люблю, надо, но мне почему-то тянуло вот что-то такое, вот прям вообще класс. В общем, любимый постарался, большое спасибо ему, радует меня. Вот, и сегодня я была, целый день выбирала, наконец-таки выбрала. В магазине наше золото выбрала вот такие сережки. Ну, фокусируйтесь. Фокусируйтесь. Короче, такие сережки, они без камней. Я выбирала, вообще хотела что-нибудь с камнями взять, потом подумала, что то, что мне нравится с камнями, оно стоит под сотку. Думаю, ладно, без камней в этот раз, это уже, знаете, на какой-нибудь другой праздник я выберу. Вот, но я присмотрела эти сережки, потому что они безумно-безумно переливались при том свете, который там. И плюс я искала сережки, с которыми я могла бы спать, потому что в предыдущий, 14 февраля, мне любимый подарил сережки, и мне неудобно было в них спать, поэтому я их практически не ношу. А эти, вроде бы так, они нигде не мешают, я проверю. Сейчас я уже бегу, спешу, скорее хочу их надеть, надеть, вот, и показать вам. Ну, сегодня мы будем отмечать с Кристюшей 14 февраля, я буду уже в них, и вы потом уже увидите меня в них. Вот. Любимый мой, большое спасибо тебе. Смотри, что я выбрала себе. Смотри, что я выбрала себе. I'll be the light that keeps you warm In a non-familiar place I will be Соединились наши орбиты Мы видим мир, которого нет Что к тебе тянет, будто магнит Ну, не выдержала, я надела их на себя. Блин, у меня ногти просто нужно их уже стереть, я не хочу их показывать, все время прячу. В общем, при определенном свете они прямо мерцают, ну, вот как камушки мерцают, только здесь вот именно вот это вот граненое золото, оно очень красиво мерцает. Я их практически не чувствую, я захотела скорее зеленые снять, потому что у меня уже уши от них болят, и я рада, что я теперь могу все время ходить. Их реально не чувствуешь. То есть они нигде не давят. В общем, я довольна, давно что-то такое хотела, и вуаля. Итак, к нам приехала Крис, и сейчас мы тут накрыли небольшой стол. Я не стала с ладюшкой, кстати, сейчас Крис бы вставать. Ты небольшой стол накрыла, а большой чего не накрыла? Ну, это такой маленький как бы праздник. У тебя маленький стол? Ну, это наш праздник с Крисом. Мы же любим друг друга. Ты меня любишь? Я тебя уважаю! Ленок подарила на какой праздник? Ленок, мы с тобой. На Новый год, да. И Ленок с нами. Мы открываем Мандоры Асти, и будем сегодня пить за... за любовь вообще, вселенскую. И за вас тоже, наши девочки любимые. А так, что, у нас тут по мелочи на столе суши, сыр, как всегда, виноград, который Дэнни просто... Дай хайлайтер, скажи. Ты мне какую-то гумуну говорила, Даш, попробовать. Да, давай. Да, сейчас попробую, хочу, чтобы ты сказала, как оно тебе. Ты мне подарил, подарил. Ну, ты поглажешь потом. Покажешь, покажешь. Всё, видишь, ему стоит... Нельзя, это моё! Ты успела это засядь? Кристине, говорю, давай скорее. Просто он неожиданно вывалил. Всё, наливай. У меня капает здесь ещё, и поэтому не сижу у стены. Всё, мы дома рассыпаемся. Что у тебя капает? Капля капает с конца. У какого молодца капля капает с конца? Угадайте. Обалдеть. Ты знаешь, Крис? Нет. Поставьте паузу, подумайте. А я пока скажу. Это крон. Или сам авар. Все по-разному говорят. Какая мама остроумная. Шутки такие примортки-то у неё. Ой, я огорчена. Интересно. Ну, что ты не выключаю? Ой. Надо же правильно взять. Да давайте подержу, блин. Да нет, я хочу вот так уж. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. У какого молодца капля капает с конца? Это мандора. Ой. Вот когда блогер сам снимает и наливает. Всё проливает. Красота. Любовь. Вот сидим из Крис. Была голодная я. Сейчас как навернула. Кстати, мои серёжки. Блясят? Блин, на самом деле, они вот здесь такая гранка. Вот я Кристинке ещё даже не говорила. Они очень блестят при свете. Но вот я не знаю, какой свет. Там вот они прям вообще сверкают. Я говорю, бля, это что такое? Как будто камни там. А здесь вообще камни нет. Денечка, нельзя это есть? Маленький сыр. Тянется мальчиком. Дэнни. Ну, бери хотя бы один тогда уже. Они весь, бля. Набрал. Один возьми. Всё. Кусай. Жуй. В общем, поела и вот прям пьём. Вообще, мы Асти Мандора офигенско. Очень вкусно. Спасибо, Ленок. Жалко, тебя с нами нету, но ты работаешь. А работа это важно. Увидимся на выходных, надеюсь. Вот. Чё ещё? Скоро мы с Кристинкой, кстати, улетаем в другой город. По делам и просто так. Потом расскажу. Вот. Кристина что делает? Ну, она пишет, что ты кому-то... Губу накрасила. Любовные саложки. Я крашу губы. Кстати, ничего тебе, вот этот цвет, просто у тебя это... Тёмные тебе тоже идут цвета такие. Просто... Надо такого цвета, чтобы что-то было ещё. Хотя даже и так ничего. У меня кажется, это нейтральный цвет. Просто кому-то он идёт, кому-то нет. И идёт чёрный такой. Ну, он тёмно-бурдо такой. Трендовый цвет. Бурдо. Бурдо. Вот. Короче, мы сидим, общаемся, пьём, едим. Малышня бегает, хватает сыра, виноград. Если ему не дают, он ругается. В общем, вы так милая, мы трогательная, романтично проводим вечер 14 февраля. Скажу пару ласковых... Крошки мои, ну... А на чём мы закончили вообще? А это тоже посыпалось чуть-чуть. Так мы закончили на чём, Крис? Мы... Ты рассказала, там показала, что у тебя было на столе. Что ты съела. Всё, что я съела. И всё. Ну и чё? Ещё мы сняли Кристинке видео, так что скоро будет видео. Завтра. А, завтра тоже будет. Фикс проект. Ну, это будет уже, ну, то есть будет. Я уже тогда оставлю ссылку на это видео. Потому что моё видео выйдет позже твоего. Да. Я тогда оставлю ссылку под видео на видео, которое мы сегодня снимали. А я там в крутой о шляпе. О шляпе. В поляне. Да, у нас фикс прайс еда. Кристинка купила еды всякой, притащила сюда. Чтобы угостить меня. Ну и снять видос заодно. Вот, всё, малыша я положила спать уже полдевятого. Он спит. Время сейчас у нас уже час. Я сама смонтировала видео для вас. Тоже с Кристиной. Я вам завтра попрощаюсь. Рыжом. Да. Может попрощаешься? А может нет? Не обещай. Я могу забыть вообще. За камер. За камер. Ну мы сейчас пьем чай и тоже спать. Кристину показать? Она не хочет. Давай за мной вот это хотя бы. Давай. Потому что... Кристину показать? Давай. Мне нравится такая лохматая. Ну сейчас уже всё пролезало не то вообще. Кристину не хочет показать. Давай, не надо это. Подожди, давай. На голову поставь. На голову костюм пока. Дурына. Ладно. Короче, мы спать. Я пока малого укладывала. Кстати, в этих серёжках легла спать. Они вообще просто нигде не давят. Нигде не колят. Они же шарика. Крутые вообще. Ну и даже застёжка нигде. Такие же, ну как, да? Нет. Прям классно, удобно. Всё. Короче, ещё завтра. Буду снимать, короче. Ещё в лог, так что не прощай. Ой, девчонки, привет. Встали мы сегодня с Крис утречком. Опубликовала я видео про поговорки. Это из нашей рубрики. Глубоко на поверхности. Берём всякие невиданные поговорочки. Ну или виданные. И вон Кристинка там, видите, выглядывает. Прячется. Стыдно ей. Стыдно ей, да? Стыдно ей. Говорит, вот мы опозорились. Как же теперь быть? Удаляй видео. Да нет. На самом деле, просто мы безумно смеялись. И поэтому я хочу прочитать некоторые комментарии. Сейчас я хочу, чтобы добавились ещё комментарии под видео. Потому что под видео были открыты комментарии. Мы честно смеялись. Потому что очень смешно, когда люди воспринимают какие-то вещи очень серьёзно. И серьёзно там поправляют, делают, дают какие-то советы. В общем, нам было это смешно. Вот. Крис прячется. В общем, сейчас я приведу всё в порядок. И мы почитаем ваши комментарии. Попозже чуть-чуть мы будем читать комментарии. А сейчас я хочу попробовать вот этот вот тортик с чаем. Я взяла второй. Вот эти вот из Швеции. То, что миндальный. Я не очень люблю, честно говоря, миндаль. Потому что там другой был с шоколадом. Ты помнишь? С шоколадом, с вкусняшками всякими. Короче, вот он бомбический. А этот хочу просто сравнить. Ну, чтобы я знала, что лучше. Вот так вот он выглядит. Сейчас я его порежу. Мягеньким. Сейчас заценю. Сейчас заценю, чтобы уже сразу сказать, вам вкусно, нет? Как оно вообще? Ой. У меня там сзади вещи на стирку лежат. Не обращайте внимания. Реально вкусно. И этот вкусный, блин, Крис. Можно их периодически. Да, надо отрезать сейчас. Очень вкусные, бисквонки. Не отрезать. Классный. Критако. Целиком. Кристина даже закрыла глаза. Я не знаю, что у них там делают. Реально какой-то сверху крем такой вкусный, качественный. Вот этот бисквит. На большем уровне. Короче, я буду миксовать. Сначала тот, потом тот. Пальчики оближешь в прямом смысле. Кристина, нравится? Она не может оторваться просто. Я вот голодой представила, что я на острове. Ну, что ты на большом таком торте лежишь, да? И ложкой его ковыряешь из-под себя. Ну что, следующий день. Всем привет. Мы вчера так, это, малыш уснул рано. Поэтому не стали читать комментарии. Но сейчас решили прочитать. Комментарии у меня были открыты к последнему видео, где мы делали поговорки. И, честно говоря, я так пробежалась по этим комментариям. Мне прям ничего не хотелось удалять. Потому что мы с Кристинкой недоумевали даже от комментариев. Давай откроем некоторые комментарии и зачитаем. Пообщаемся. Было очень-очень интересно читать комментарии. Правда? Сначала новые. Ну, у меня там стоят вообще сначала новые. Что ты накрасилась только? 191 комментарий. Сейчас как что-нибудь. Ну, скажут на меня плохое. Давай. Девочки разные предлагают делать разные челленджи нам. Хорошо. Разные челленджи. Что-то даже мы, может быть, взяли на заметочку. Зачем ты закрываешь комментарии? Много раз спрашивают. Еще раз повторяю. Для того, чтобы беречь карму тех, кто срет под видео. Ты это за... Вот так. О, смотрите. На самом деле, селена себе статистику накручивает таким образом. Чем глупее видео, тем больше комментов. Статистика на ютубе в гору идет. Наверное, заказ какой хороший. Смотрите. Привет, привет. Короче, тебя раскусили. Да, меня раскусили. Но я тебя давно уже раскусила. Да и нет. На самом деле, девушка Ольга, вы не правы. Я действительно, когда выкладываю видео, конечно, я думаю о том, чтобы было просмотров много. И комментарии я открываю очень редко. Действительно, когда мне хочется просто обсудить что-то с чем-то. Мне интересно мнение. И вот я открываю некоторые видео для этого. То есть, в этом я не думаю, что сильно там как-то, что здесь, рейтинги поднимаются или статистика как-то повышается. То есть, я за этим моментом, во всяком случае, не слежу. Специально не делаю. Селена по внешнему виду на 40 лет выглядит, а по поведению как 14-летняя. А Олег, это мальчик. Ну, не смешно, да. Нечего обсуждать. Так. Я в шоке. Пришла беда, открывая ворота, я лично понимаю. Ну, это так, пришла беда, будь готов ее принять и попробовать разобраться. Ну, типа, решить ее. Кстати, многие также люди и комментировали какие-то наши высказывания. Тоже не знали, то есть, что до конца значат те или иные поговорки. Надо было ролик назвать слабонервным, не смотреть. Почему, интересно? Ну, очень слабонервным. Тут вроде жести никакой нет. Видишь, сколько людей. Кабака, это как сейчас у нас бар, если просто сказать. Так что Селена права, блин. Ну, погуглите, что ли. Фишка была в том, чтобы... Да. Фишка была в том, чтобы говорить то, что в голову придет. И, кстати, не всегда мы говорили конкретно. Вот, например, очень много комментариев было по поводу «Тише едешь, дальше будешь. Тише». И прямо девчонки серьезно писали «Тише» – это не значит громкость. Девочки, вы что, реально думаете, что... Мы реально думаем, что «Тише» – это про громкость? Ну, это был прикол. Вот, девчонки, кто понял, что это прикол, вообще, всем пиз вообще. А реально, кто подумал, что мы реально говорим о громкости в реально... Да, вообще мы шутили везде. Тронизировали, противосказали. Ну, мне кажется, это проблема с чувством юмора, да. Вот те люди, которые реально так думали, вы как бы, ну, подумайте. Я в шоке с видео. Не зря даже ребенок свет тушит. Лучше удалить – это катастрофа. Я не помню, я включала сегодня видео или нет. У меня Лена в гостях. Она очень отвлечена, занята. Что ты делаешь, Лена? Она с Дэнни смотрит «Спокойной ночи». И я все время что-нибудь говорю, она мне «Тише-тише». Тише-тише, не мешай нам «Спокойной ночи» смотреть. Вот, Дэнни. «Спокойной ночи» смотрит. Дэнни! Ты опять? Чего мой шладкий? Вот. Ленок ко мне приехал, а молодец. Всем привет! Даже вот этот голос меня бесит. Всем привет! А, Лена говорит, смотрю на себя со стороны на видео и говорит, вот смотрю не я. Я говорю, потому что ты сразу зажимаешься на видео. Очень многие, на самом деле. Ну, не многие, практически все. Так и делают. Надо к камере привыкнуть, расслабиться. Это я чуть ли уже это... Чуть ли уже не все могу при вас сделать. Не буду вдаваться в подробности, а то я могу, вы же знаете. Вот. А так все время, да, камеры напрягают. А у меня видосы первые какие были вообще. Я через каждое слово вырезала. Я через каждое слово вырезала. Через каждое слово вырезала. Я даже смотреть не могу свои первые видео. Ну, тяжело они для восприятия. А перезаписывать не хочется. Но они там, блин, полезные, черт возьми. Поэтому они до сих пор на канале. Вот. А, кстати, хотела сказать по поводу этого видео, которое я удалила, про поговорки. Не все смогли посмотреть и успели. Но на самом деле не все поняли мое чувство юмора. То ли я его неправильно доношу. Во-первых, мне в комментариях начали писать, что Селена, ты реально. Тише едешь, дальше будешь. Это не про громкость. Ну, вот. И это меня уже заставило задуматься. Особенно, когда мне мама сказала, говорит. Зай, ну, вы вот поговорки там не знаете? Начала объяснять мне все поговорки. Говорит, ну, вот тише едешь. Это не про громкость. Я говорю, ну, мама, ты туда же. Говорю, я знаю, что это не про громкость. Я же прикалывалась. Ну, да, я некоторые там не знала. Но тише едешь, дальше будешь. Мы же все знаем, что это не про громкость. Типа потише, потише. Помедленнее там. Ну, понятно, что это не про громкость. Это был прикол, я же даже прикалывалась над Кристинкой Я там говорю, вот эту поговорку Типа все знают И любимый мне сегодня звонит Говорит, ты что удалила это видео? Говорю, да, удалила Он такой А, ну молодец, правильно сделала А то выглядите там как глупые блондинки Я говорю, блин А, он говорит, а что ты удалила? Я говорю, да потому что не все поняли прикол Что-то как-то все серьезно начали воспринимать Все моменты, говорю Ну и как бы, на самом деле просмотров немного было на этом видео Я поняла, что оно вам не нравится Что по статистику не гордится, я его просто убрала Вот Если бы было много просмотров, я бы его не убрала, конечно же То есть не из-за того, что там Может как-то глупо выглядим или то Я же понимаю, что мы смеемся И он мне говорит, я не понял, представляешь? Я не понял, что вы прикалываете Ты, говорит, неправильная информация Кажется, что вы, короче, реально не знаете И вот тише едешь, дальше будешь То есть кажется, что ты правда не знаешь И ты реально про громкость говоришь Как бы там Просто мы Мама мне говорит, еще учит Говорит Надо читать между строк все эти поговорки Я говорю Я говорю, мам, да это же прикол был Что мы берем поговорку, да? Вот мне, например, девочки говорят А, кстати, девочка одна написала Говорит Едить-колотить Едить-колотить, что значит? Да это даже не едить-колотить Это же не поговорка Это выражение Ну выражение Едить-колотить, что значит? Едить-колотить, блин Убери стихосняешься и тить колотить ленок с матом сказал типа твою мать только с матом и тить колотить и тить колотить вот я не знаю что такое и тить но я веду на боже а ядрена боже да вот ядрена ядрена это типа сильная вошь это типа блоха ядрена вошь то есть какая-то блоха которая такая вот елась в волоса да я люблю просто мне кажется это достаточно смешно все эти поговорки все эти вещи вот так вот досконально да и в этом же что то есть и когда крестинка сказала а чё это тише едешь дальше будешь типа чё это вот почему если тихо ехать то ты будешь дальше я начала развивать типа говорю а если громко ехать и люди подумали что я специально как бы все это вот да конечно я прикалываюсь и большинство этих поговорок знаю единственное что касается вот это вот если там грудь в крестах или в голова в кустах я например как бы ну не знала что раньше кресты давали ордена ну вот у меня такой же такой пробел в истории как бы да поэтому у меня скорее пошло все кресты там я не знаю накалывают там в тюрьме поэтому у меня тюремная тема не из-за того что там что-то у меня там где-то связано с этим делом вот и так ну и какие-то другие поговорки да полно поговорим которые на самом деле ты знаешь что они значат а вот так вот от чего они откуда пошли хрен его знаю ну короче весело все это обсуждать и мне кажется не нужно так серьезно к этому ко всему относиться вот ну короче мы будем отдыхать я хочу закончить влог вот хотелось его чтобы с леной поздоровались увидели этот ленка на на кресле я лежу как настоящий гость должен быть наоборот наверное положи гостя она очень любит это кресло крутое кресло да ладно все мы с вами прощаемся я целую вас люблю и следующее видео уже будет наверно с поездочкой мы поедем мы поедем и помчим в другой город кресло а Субтитры сделал DimaTorzok